15 октября в Черниговском районе состоялось торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковые отряды Бердянского, Куйбышевского, Пологовского и Черниговского районов, по сведениям, собранным у старожилов, нашли на окраине двух сел, Обеточное и Верхний Токмак, места захоронения наших воинов. По останкам погибших определили их количество. Затем было принято решение о перезахоронении у мемориальных комплексов, посвященных героическим событиям. Здесь по 43-му году были госпиталя и умершие солдаты хоронились здесь, в районах этих сел. Кроме того, в 1941 году, в первых числах октября, была трагедия 18-й и 9-й армии, погибших в окружении. И вот часть из этих солдат, которых мы сегодня хороним, это 41-го года, пропавшие без вести в 41-м году. Останки шести солдат в селе Обеточное и 19-ти в Верхнем Токмаке Черниговского района были преданы земле соблюдением воинских и православных обычаев. На сегодня известно лишь одно имя – ефрейтор Анатолий Пожилов, 1918 года рождения, уроженец Ярославской области. Имена остальных воинов, среди которых девушка, установить, к сожалению, не удалось. Практически не осталось живых и очевидцев тех событий. Но память о героическом прошлом не забыта. У меня было три года, ничего я не помню. А родители рассказывают. Из Смирновка шла кавалерия по чайову балку. На церкви сидел корректировщик. И до тех пор, пока разведчики не звали в этого корректировщика, продвижения не было. Тебе бабушка что-то рассказывала о твоем? Да, рассказывала. Малыми были, ховалися в погреб, как война ишла. Мовчали, тихо сидели. Тогда, как склад у нас в городе, там был склад немецкий, его глубоко, была провалилась бабушка по колено в окоп. Были окопы там в городе, в Сусильском. Мероприятия по перезахоронению завершились траурным митингом и панихидой по погибшим от фашистских захватчиков за освобождение родного края.